Всем привет! С вами Лима Мьюзик. Сегодня мы научимся играть новогоднюю песню «Щедрик». Это произведение заказала моя подписчица Галина. Огромное спасибо за поддержку канала. Вначале я сыграю всю песню полностью, а затем я разберу ее медленно и подробно по кусочкам. Субтитры подогнал «Симон» Если вам нравятся мои видео-уроки и вы хотите поддержать мой канал, тогда переходите по первой ссылке в описании под этим видео. Буду благодарна каждому за поддержку канала. Рассмотрим медленно первый кусочек в правой руке. Начинать мы будем с ноты Си бемоль второй октавы. Затем нота Ля, Си бемоль, Соль. Это четыре главные ноты, на которых строится вся основная мелодия. Мы очень часто в этом произведении будем использовать данные четыре ноты. Сейчас покажу, какими пальцами мы их будем играть. Третий палец на Си бемоль, второй на Ля, третий на Си бемоль, первый на Соль. Сейчас покажу ритм к первому кусочку. Мы должны останавливаться на первой ноте Си бемоль. Следующие две ноты играем быстро. Два, три, четыре. И остановка на четвертой. То есть первая и четвертая длинные, вторая и третья быстрые. При этом надо всегда первую ноту, то есть Си бемоль, выделять чуть-чуть громче. Мы там будем делать всегда акцент. Остальные ноты играются тише. В первом кусочке мы должны повторить вот эти четыре ноты четыре раза подряд. При этом левая рука играть не будет, играет только правая. Первый кусочек выучили. Рассматриваем второй кусочек. Правая рука полностью повторяется из первого кусочка. Мы опять играем четыре ноты четыре раза подряд. Но при этом у нас появляется левая рука. Находим ноту Соль второй октавы. И спускаемся вниз. Нота Фа. Ми бемоль. Ре. Играть эти четыре ноты можно четырьмя пальцами подряд. Первый. Второй. Третий. Четвертый. Соединяем правую и левую во втором кусочке. У нас всегда левая будет играть на первую ноту Си бемоль в правой. То есть как только в правой первая нота из четырех, мы берем левую руку. В начале Си бемоль и Соль. Доигрывает правая. И вот здесь правая должна взять ноту Соль, поэтому левая уступает и играет правая. Только в одном месте левая должна уступить. Вот так. Следующую Си бемоль соединяем с нотой Фа в левой. Доигрывает правая. Опять Си бемоль и Ми бемоль. И последняя из четырех нот Ре. Опять Си бемоль. То есть у нас в правой четыре раза повторяется мелодия. И в левой как раз четыре ноты. Всегда на первую ноту в правой мы берем одну ноту в левой. Вот что у нас получилось во втором кусочке. Рассматриваем третий кусочек. Правая рука полностью повторяется из первого кусочка. Мы опять четыре раза играем нашу мелодию. Повторяем ее четыре раза. При этом у нас будет усложняться левая рука. Мы берем за основу левую из второго кусочка. Это четыре ноты. Соль, Фа, Ми бемоль, Ре. И сейчас из этих четырех нот мы сделаем интервалы. Берем к ноте Соль, добавляем ноту Ми бемоль. И берем вместе. Первый интервал. Теперь к ноте Фа добавляем ноту Ре. Это второй интервал в левой. К ноте Ми бемоль добавляем ноту До. Это третий интервал. И к последней четвертой ноте Ре добавляем ноту Соль. Это четвертый интервал. Первые три интервала в левой очень легко запомнить, потому что и верхний, и нижний голос спускаются вниз. Видите, вверху мы играем Соль, Фа, Ми бемоль, а внизу играем Ми бемоль, Ре, До. Поэтому мы синхронно просто опускаем каждую ноту вниз. А вот на последний интервал мы ноту До передвигаем на Соль. Это нужно запомнить. Сейчас покажу пальцы к левой руке. Начинаем мы с первого и второго пальца. Второй интервал берем первым и третьим пальцем. Третий интервал берем вторым и четвертым. Последний интервал берем первым и пятым пальцем. Желательно играть каждый интервал, связывая его со следующим. Вот так. То есть не отрывать пальцы от клавиш между каждым интервалом, а максимально близко играть каждый интервал, связывая его с предыдущим. Соединяем правую и левую в третьем кусочке. У нас на каждую первую ноту мелодии, на ноту Си бемоль, будет играться интервал. То есть соединение такое же, как во втором кусочке. Берем Си бемоль и первый интервал. Играет правая. И видите, здесь правая опять должна взять ноту Соль, поэтому левая приподнимает палец и уступает правой. Получится вот так. Второй интервал берем опять с нотой Си бемоль в правой. Доигрывает правая. Третий интервал тоже с нотой Си бемоль. Доиграла правая. И последний интервал тоже с нотой Си бемоль. Доиграла правая. То есть соединение такое же, как во втором кусочке. Вот что у нас получилось с движением. Рассматриваем четвертый кусочек. Правая рука у нас опять не меняется. Мы снова четыре раза подряд играем наши четыре ноты. То есть правая повторяется из первого кусочка. Зато меняется левая рука. Нам нужно выучить четыре интервала. Первый интервал ми бемоль до. Второй интервал соль ре. Третий интервал до ми бемоль. И четвертый интервал такой же, как и второй. Соль ре. Сейчас покажу пальцы в левой руке. Первый интервал берем пятым и первым пальцем. Второй интервал берем четвертым и первым пальцем. Это соль и ре. Третий интервал берем вторым и первым пальцем. И последний интервал опять берем четвертым и первым. Очень важно, как и в третьем кусочке играть все интервалы связано. То есть не отрывать пальцы от клавиш, когда мы нажимаем интервалы. Вот так играть не нужно. И чтобы связывать каждый интервал, нам нужно ориентироваться по нижним пальцам. Потому что первый у нас все время снимается. Видите, мы все время первый меняем на верхнюю ноту. А нижние пальцы должны связывать каждый интервал. Вот мы взяли пятый палец на ми бемоль. Потом четвертый, когда мы берем на соль, мы должны вначале перенести, взять интервал. А потом снять пятый палец. Тогда мы сыграем связно первый и второй интервал. Так же само со следующим интервалом. Мы второй палец переносим на ноту до. Нажали и только тогда сняли четвертый палец. Тогда интервалы будут звучать связно. Соединяем медленно правую и левую в четвертом кусочке. Соединение будет такое же, как в третьем кусочке. Мы на первую ноту си бемоль всегда берем интервал в левый. Си бемоль и первый интервал. Доигрывает правая. Си бемоль и второй интервал. Доигрывает правая. Си бемоль и третий интервал. Доигрывает правая. И снова си бемоль и последний интервал. То есть у нас 4 интервала и 4 раза повторяется мелодия. И всегда мы на си бемоль берем 1 интервал. Вот что у нас получилось в четвертом кусочке. Рассматриваем медленно пятый кусочек. У нас поменяется правая рука. Мы теперь ее будем играть от ноты ре третьей октавы. Играем до, ре, си бемоль. Это такая же мелодия из 4 нот, которую мы играли в первом кусочке, только теперь от ноты ре. Так мы играли от си бемоль. А теперь от ре тоже самое. Здесь у нас будут повторяться пальцы. Мы будем тоже играть с третьего пальца на ноте ре. Второй на до. Третий на ре. Первый на си бемоль. И при этом у нас полностью повторяется ритм. Мы останавливаемся на первую ноту. Вторую и третью ускоряем. Два, три, четыре. И останавливаемся на четвертую. То есть все полностью повторилось с основной мелодией, только теперь от ноты ре. И мы тоже должны сыграть эту мелодию 4 раза в пятом кусочке. В левой руке в пятом кусочке нам нужно выучить 4 интервала. Первый интервал это соль и ре. Теперь ноту соль внизу мы трогать не будем, меняем только верхнюю ноту. Двигаем ее на ноту ми, соль не меняем. Это второй интервал. Третий интервал строим так же само. Соль не меняем. Верхнюю ноту поднимаем на фа. И четвертый интервал по такому же принципу. Соль мы не меняем. Верхняя нота будет ми бемоль. То есть у нас мелодия можно сказать вверху. Ре, ми, фа, ми бемоль. А соль все время не меняется. И получаются такие 4 интервала. Раз, два, три, четыре. Сейчас показываю пальцы к левой руке в пятом кусочке. Можно играть все интервалы пятым и первым пальцем. Это самый простой вариант. Мы играем одинаковыми пальцами все интервалы. Но при этом у нас интервалы не связаны между собой. Мы все время отрываем руку от клавиш. Чтобы связать интервалы, как в предыдущих кусочках, нужно выучить другие пальцы немного посложнее. Для этого мы должны взять пятый и первый палец на первый интервал. Чтобы сыграть второй интервал, мы второй палец переводим через первый и связываем первый интервал со вторым. Вот так. То есть пятый у нас всегда на ноте соль, а меняются только пальцы вверху, на верхней ноте. Это наш второй интервал. Чтобы сыграть третий, мы первый палец выкладываем на фа, берем вначальный интервал, а потом снимаем второй палец из предыдущего интервала. И чтобы сыграть последний интервал, мы второй палец берем на ми бемоль. Нажимаем вначале интервал, а потом снимаем первый палец. Таким образом мы все интервалы соединили между собой. Вот так. Сейчас будем соединять правую и левую в пятом кусочке. Так же, как в предыдущих кусочках, мы на первую ноту мелодии, то есть на ноту Ре, будем брать каждый интервал. Первый интервал соль Ре берем на ноту Ре. Доигрывает правая. Второй интервал берем опять на ноту Ре. Доигрывает правая. Третий интервал на ноту Ре. Доигрывает правая. И последний интервал опять на ноту Ре. То есть соединение, как в предыдущих кусочках, у нас 4 интервала, 4 раза повторяется мелодия, и на первую ноту мелодии, это нота Ре, мы всегда берем интервал. Вот что получилось в пятом кусочке. Рассматриваем медленно шестой кусочек. Сейчас у нас полностью поменяется мелодия в правой руке. Мы находим ноту Соль второй октавы. Играем ее три раза. Раз, два, три. Спускаемся вниз. Фа. Ми бемоль. Ноту Ре тоже три раза. Раз, два, три. И спускаемся вниз. До. Си бемоль. До. Сейчас показываю пальцы к этой мелодии. Начинаем с четвертого пальца на ноте Соль. Третий на Фа. Второй на Ми бемоль. Первый на Ре. Это мы сыграли первую ноту Ре. На следующие ноты Ре мы подкладываем четвертый палец. Играем второй раз. Третий. Третьим пальцем на ноту До. Вторым на Си бемоль. Третьим на До. Показываю ритм к шестому кусочку. Мы будем считать в правой до пяти. И на раз всегда делать остановку. Остальные ноты мы будем играть быстрее. Вот так. Раз. Остановились. Дальше играем быстрее. Два. Три. Четыре. Пять. Раз. Остановились. Дальше играем быстрее. Два. Три. Четыре. Пять. Раз. Снова остановились. То есть у нас остановка будет на ноте Соль, на ноте Ре и на ноте До. Три остановки. Вот что получилось с движением. Рассматриваем левую к шестому кусочку Нам нужно выучить аккорды из трех нот Находим ноту соль малой октавы Добавляем си бемоль Ре Берем аккорд вместе Чтобы построить второй аккорд Мы должны оставить вот эти две ноты си бемоль ре Из нашего первого аккорда И добавить ноту фа Это второй аккорд от си бемоль То есть у нас в этом кусочке всего лишь два аккорда От соль и от си бемоль Сейчас будем соединять правую и левую в шестом кусочке Всегда, когда мы будем говорить раз в правой руке Мы будем брать аккорд в левой Берем соль и аккорд соль Раз Дальше правая отдельно Два Три Четыре Пять Раз Взяли ноту ре и аккорд си бемоль Считаем дальше Два Три Четыре Пять Раз Раз Пока что вот этот раз ноту до мы играем отдельно С этой ноты до будет начинаться следующий седьмой кусочек Поэтому мы потом выучим левую руку к этой ноте до и возьмем ее вместе с аккордом Пока что сыграли отдельно, чтобы у нас завершилась мелодия в шестом кусочке Вот что получилось в движении Рассматриваем седьмой кусочек в правой руке Мы пришли к ноте до, когда завершали шестой кусочек Именно с этой ноты мы начинаем Берем вот эту ноту до Добавляем к ней еще две ноты До До Всего должно получиться три ноты до Дальше играем ре До Нота соль Четыре раза Раз Два Три Четыре Показываю пальцы к этому кусочку Мы пришли третьим пальцем к ноте до Так же самое играем ее три раза Раз Два Три Четвертым пальцем ре Третьим до Первым соль Сейчас покажу ритм к седьмому кусочку Мы пришли к ноте до Это у нас был раз Так же самое продолжаем считать до пяти Раз Остановка Остальные ноты играем быстрее Два Три Четыре Пять Раз Остановка И здесь доигрываем Два Три Четыре Здесь пятой ноты не будет Поэтому на четвертую у нас тоже будет остановка Это последняя нота Вот что получилось в правой руке Рассматриваем левую к седьмому кусочку Нам нужно выучить два аккорда Первый аккорд от ноты до Первой октавы Добавляем ми бемоль Соль Берем вместе Второй аккорд строим от ноты соль Он у нас уже был в шестом кусочке Соль Си бемоль Р Вы этот аккорд уже знаете То есть у нас в левой всего два аккорда От до И от соль Сейчас соединяем правую и левую в седьмом кусочке Мы прошлый кусочек остановились на ноте до Это у нас был раз И мы говорили, что на раз мы должны взять аккорд в левой Вот сейчас в левой мы как раз берем аккорд до Очень удобно запомнить До в правой и до в левой Раз Дальше правая играет отдельно Два Три Четыре Пять Раз Опять мы на раз взяли аккорд в правой соль И в левой аккорд соль И доигрывает правая Два Три Четыре Вот что у нас получилось в седьмом кусочке Также я сейчас сыграю шестой и седьмой кусочек вместе Чтобы вы услышали цельную мелодию Рассматриваем восьмой кусочек в правой руке Находим ноту ре первой октавы И сейчас нам нужно сыграть подъем от ноты ре до ноты ре подряд Итак, играем ре Ми Фа диез Повышенная нота фа Соль Ля Си бемоль До И вот наша нота ре Мы сыграли подъем от ре до ре После этого нам нужно доиграть еще две ноты До Си бемоль Показываю пальцы к восьмому кусочку Начинаем мы с первого пальца от ноты ре Вторым ми Третьим фа диез И вот здесь, внимание, нам нужно первый палец подложить на ноту соль Через низ То есть третий палец вот здесь Первый вот здесь Выкладываем первый на соль И поворачиваем руку У нас получается снова все пальцы, которые мы можем использовать Первый лежит на ноте соль И играем всеми пальцами подряд Второй на ля Третий на си бемоль Четвертый на до Пятый на ре Четвертым мы возвращаемся на до И третьим на си бемоль Сейчас показываю ритм к восьмому кусочку Мы в начале все ноты играем одинаково по ритму И должны остановиться только на ноте до Которая у нас предпоследняя Показываю В начале все одинаково Вот здесь на ноте до остановка То есть даже не на ноте ре, которой мы шли Ре у нас все равно играется быстрее Мы как будто стремимся к ноте до Здесь остановка И си бемоль тоже остановка То есть две последние ноты медленно Остальные мы играли на одном движении Без остановок Рассматриваем к восьмому кусочку левую руку Мы должны выучить один аккорд От ноты ре малой октавы Добавляем фа диез Ля Берем вместе Этот аккорд мы будем повторять два раза Сейчас сразу соединяем аккорд с правой рукой На первую ноту ре берем аккорд ре Считаем по правой Два Три Четыре Пять Шесть Семь На седьмую ноту На ноту до Мы берем такой же самый аккорд ре И доигрываем правое То есть в этом кусочке Мы аккорд берем на первую ноту ре И на седьмую ноту до Вот что получилось с движением Теперь нам нужно весь этот кусочек поднять на октаву выше Правую начинаем играть теперь с ноты ре Не первой октавы, а второй октавы Левую тоже поднимаем с малой октавы в первую октаву И повторяем весь восьмой кусочек без изменений на октаву выше Рассматриваем девятый кусочек Это основная кульминация всего произведения Мы должны вспомнить четыре ноты из первого кусочка Си бемоль Ля Си бемоль Соль Нашу основную мелодию Теперь мы ее продублируем на октаву ниже Мы сыграли то же самое на октаву ниже Двумя пальцами отдельно Сейчас мы должны это сыграть одной правой рукой Первый палец сыграет внизу Пятый наверху Играем ту же мелодию в октаву Эта мелодия тоже будет повторяться четыре раза подряд В левой руке, в девятом кусочке Мы будем использовать аккорды из шестого и седьмого кусочков В таком же порядке, как они шли в этих кусочках Напоминаю, это первый аккорд от соль Соль, си бемоль Ре Второй аккорд от си бемоль Добавляем Ре Фа Третий аккорд Это аккорд из седьмого кусочка От до До Ми бемоль Соль И четвертый аккорд Тоже из седьмого кусочка От соль Соль Си бемоль Ре Сейчас подряд повторяю все аккорды От соль От си бемоль От до И от соль Соединяем правую и левую в девятом кусочке У нас будет такое же соединение, как было в предыдущих кусочках, когда мы играли эту мелодию Мы должны на первую ноту си бемоль брать левую руку У нас четыре раза повторяется мелодия и четыре аккорда в левой руке На каждый си бемоль мы берем один аккорд Первый аккорд соль и первая октава си бемоль Доигрывает правая Аккорд си бемоль Октава си бемоль Доигрывает правая Аккорд до И октава си бемоль Вот здесь должна правая доиграть октаву соль Поэтому левая приподнимает первый палец И уступает правой Последний аккорд соль И октава си бемоль Доигрывает правая Сейчас сыграю с движением, что получилось в девятом кусочке Также хотелось бы остановиться на громкости произведения Мы должны постепенно с первого кусочка играть громче до девятого То есть первый у нас самый тихий А девятый у нас самый громкий И мы должны постепенно с каждым кусочком играть громче То есть чтобы не резко сыграть в девятом кусочке громко А чтобы это был постепенный подход к кульминации Можно уже в шестом и в седьмом кусочке в принципе играть громко То есть желательно к этим кусочкам уже подвести увеличение звука Чтобы уже шестой играл громко Восьмой тоже у нас играет уже громко и ведет к самому громкому кусочку к кульминации в девятом кусочке И вот девятый кусочек мы играем максимально громко У нас как раз будут октавы, поэтому они помогут сыграть громко правую руку И аккорды в левой руке тоже усилят громкость После кульминационного девятого кусочка мы играем завершающий десятый кусочек В правой руке мы играем наши четыре ноты мелодии вот этих Только на октаву ниже В первой октаве берем си бемоль и играем два раза В этот момент левая рука играет такие же четыре ноты на октаву ниже Си бемоль, ля, си бемоль, соль Она будет играть синхронно с правой рукой В левой можно играть такими пальцами Второй на си бемоль Третий на ля Второй на си бемоль Четвертый на соль Левая тоже играет два раза И теперь нужно сыграть синхронно с правой рукой подряд Это мы сыграли два раза Теперь нам нужно и правую, и левую руку поднять на октаву выше Правая уже играет во второй октаве, левая в первой То же самое два раза И желательно последний кусочек уже играть постепенно затихая То есть здесь мы играем чуть-чуть громче А вверху уже максимально тихо, так же самое, как в первом кусочке Мы выучили новогоднюю песню «Щедрик» Если у вас получилось сыграть это произведение, обязательно напишите мне об этом в комментариях под видео Поставьте лайк и подпишитесь на мой канал, чтобы не пропустить мои новые видеоуроки С вами была Лима Мьюзик Спасибо, что досмотрели это видео до конца Я желаю вам больших-больших творческих успехов!